Всем привет! Вы на канале Девайс. Качественная акустика всегда стоит немалых денег, занимает много места и обладает внушительным весом. Однако всегда есть компромисс, если вам не нужно поднимать на уши весь дом или вы живете не одни и необходимо оставить личное пространство для остальных жильцов. В таком случае отлично подойдут колонки с питанием от порта USB. Они сгодятся также для использования с ноутбуком, в котором свои динамики очень слабые или сломаны, практически не теряя при этом в мобильности. Некоторые колонки настолько малы, что их можно даже взять с собой в путешествие или командировку и наслаждаться адекватным звуком прямо в дороге. Я подобрал семерку лучших представителей этого класса. Сюда вошли как супер недорогие варианты, так и вполне приличные модели с относительно качественным звучанием. В общем, смотрите ролик до конца, чтобы выбрать подходящее вам решение. Как вы относитесь к подобной акустике? Имеет ли она право на жизнь или это совсем не серьезно? Делитесь своими мыслями в комментариях. А перед началом я прошу вас поставить лайк, подписаться на канал и прожать колокольчик. Так вы поддержите выход новых роликов. Ссылки на все позиции стопа вы найдете в описании. Приятного просмотра! Начать я решил с самой недорогой модели на сегодня. Стоимость этой пары колонок от диалог сравнима с обедом в фастфуде на одного человека. Такая цена достигается размером динамиков. Вместе они весят меньше 200 граммов и их без проблем можно кинуть даже в небольшой рюкзак с и отправиться на прогулку в лес, например, где можно смотреть фильм или слушать музыку наедине с природой. Причем звук обещает быть довольно неплохим для такого размера, судя по заявленной суммарной мощности в 6 ватт. Мощного баса здесь понятное дело нет, но для просмотра фильмов, подкастов или прослушивания музыки на фоне пойдет. Длина кабеля 1,4 метра, что как для портативной акустики очень даже хорошо, ведь не будет проблем с тем, чтобы дотянуться до USB порта ноутбука или компьютера. На задней стороне основного динамика есть простенькое колесико регулировки громкости. Подключается же комплект по USB порту, однако через него идет только питание. Для звука нужно также подключить миниджек. Да, лишний провод это не так удобно, с другой стороны имеется возможность запитать колонки хоть от обычной зарядки или внешнего аккумулятора, а звук снять со смартфона. Заходите в наш телеграм-канал, там мы регулярно публикуем различные топы, сборки компьютеров и много чего еще интересного. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Если хочется максимально качественного звучания от USB колонок, то стоит обратиться к Creative. В их ассортименте есть аудиосистема формата 2.1. Да, вы не ошиблись, тут есть две колонки и сабвуфер, и все это добро питается от простого USB. Хотя отмечу, максимальную мощность вы сможете получить только при использовании источника питания, выдающего как минимум 5 вольт и 2 ампера. Это может быть практически любой зарядник от смартфона, хотя смысл питания от USB в таком случае теряется. Либо же такие параметры способны выдать порты USB версии 2.0 и выше. В случае с ноутбуками я бы посоветовал заранее убедиться в том, что порты все-таки подойдут. В ноутах частенько урезают возможности USB для экономии энергии и снижения нагрузки на систему питания в целом. Впрочем, даже если нет подходящих разъемов, прямо на корпусе колонок есть переключатель режимов, при помощи которого вы быстро сможете перейти в экономный формат и наслаждаться прослушиванием, пускай и не таким громким, как могло быть, но не менее качественным. Для передачи звука используется миниджек, как и в предыдущей модели. Этот набор уже не такой компактный, особенно с учетом саба. Но его не обязательно таскать с собой, достаточно просто отсоединить и взять только основные колонки. Они также без проблем поместятся в любой рюкзак. А это вариант для тех, кто любит подсветку. Эти бюджетные колонки от Oakley выдают 6 Вт звука и, в общем-то, мало чем выделяются на фоне конкурентов. Основная их фишка – это внешний вид. На передней панели расположены два светящихся кольца, которые даже регулируются при помощи сенсорной панели на верхней части устройства. Учитывая стоимость колонок, бонус весьма приятный. А если надоест, то подсветку можно выключить. В остальном же колонки вполне рядовые, звук выдают сносный, но довольно тяжелый для своей мощности относительно большинства конкурентов. Способ подключения тоже стандартный – USB для питания, миниджек для звука. Sven 470 – это уже прямо серьезные USB-колонки. В сумме они способны выдавать до 12 Вт, что весьма неплохо, учитывая отсутствие питания от сети. Впрочем, необходимо подключать их в достаточно мощный USB-порт для получения максимальной производительности. Каждая колонка оснащена сразу двумя излучателями, что в таких моделях редкость. Один динамик используется преимущественно для высоких частот, а второй – более низкочастотный. Такой подход заметно расширяет частотный диапазон и позволяет колонкам играть достаточно громко и даже выдавать какие-никакие басы. Помимо недурного звучания, отмечу внешний вид и сборку колонок. В отличие от большинства одноклассников, они выглядят не как игрушечная поделка, а как самостоятельное полноценное устройство. На корпусе есть большая подсвечиваемая шайба регулировки громкости, а сбоку на основной колонке расположились сразу два миниджека для подключения наушников и микрофона. Не совсем понимаю, как они могут пригодиться в подобном устройстве, но пусть будет. Колонки довольно увесистые – почти полтора килограмма, учитывайте это, если собираетесь часто носить их с собой. Далее на очереди самые красивые, на мой скромный взгляд, колонки в подборке. В отличие от предыдущего решения с подсветкой, которая довольно бюджетная и берет во многом своим внешним видом, эта модель выдает весьма недурственный звук. Но справедливости ради и стоит она более чем в два раза дороже. Передняя панель имеет матовое покрытие, зона излучателей закрыта тканью, а разделены эти поверхности разноцветной полосой подсветки. Выглядит это одновременно интересно и минималистично. Светодиоды мягкие и не будут слепить во время ночных каток. Впрочем, ничто не мешает просто отключить подсветку при необходимости. На верхней грани главной колонки имеется сенсорная панель для управления, а спереди есть кнопки регулировки громкости и питания, то есть динамики можно выключить, не выдергивая USB-разъем. Предпоследняя позиция на сегодня. И тут вновь максимально компактные колонки для тех, кто хочет брать их с собой или живет в очень маленькой комнате в общежитии, например. Но в отличие от модели открывшей топ, эти колонки уже на голову выше как по качеству исполнения, так и по звучанию. При этом из-за того, что USB-акустика в целом недорогая, эти малыши все равно стоят весьма скромных денег. Суммарная заявленная мощность составляет 5 ватт, и здесь они максимально честные. Динамики даже какие-никакие басы выдают с такими-то габаритами. Решение от Gamebird чуть больше диалогов из начала видео, а вот весит почти в три раза больше, что является результатом как более качественных и производительных компонентов, так и корпуса из MDF, а не из пластика. Такое решение поглощает часть вибрации и делает звук более четким и чистым. Длина кабелей здесь аж полтора метра, чего с запасом хватит для подключения. В общем, если хотите компактные, но качественные колонки, то это ваш выбор. Под конец я оставил акустику в не совсем привычном, но не менее удобном, как по мне, исполнении. Этот саундбар от Dell обладает отличным качеством, и несмотря на 2,5 ватта номинальной мощности, выдает насыщенный и приятный звук для таких габаритов и веса. Помимо интересного исполнения, модель может похвастаться встроенной звуковой картой. Это позволяет не только питать устройство по USB, но и передавать по нему звук. Кроме сокращения количества проводов на столе, вы также можете использовать саундбар с техникой родная звуковуха, в которой вышла из строя. Сбоку на корпусе имеется большая шайба регулировки громкости, а также два разъема миниджек. Через один можно подключиться, например, к смартфону, а второй джек пригодится для подключения наушников. В комплекте идет резиновая подставка для гашения вибраций, а если у вас современный монитор от Dell, то вам повезло вдвойне, ведь с большой вероятностью на ножке Monika предусмотрена подставка под фирменные саундбары компании. Вот такой получился топ. Как вам представлены колонки? Делитесь своими впечатлениями в комментариях. А если ролик вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь, если еще этого не сделали и прожимайте колокольчики. Напоминаю, что в описании есть ссылки на все модели из топа. Всем удачи!